За кого смогут проголосовать граждане России, проживающие, например, в Бельгии, на выборы в Госдуму? Они смогут проголосовать и за партию, которые включены в список, их 14, и за кандидатов-одномандатников, которые баллотируются по избирательному округу номер 92, это Кенишемский район Ивановской области. Имея возможность проголосовать за какого-то кандидата непосредственно конкретного человека, мы будем знать, за кого мы голосовали, мы будем знать, кто баллотировался, кто представляет непосредственно интересы бельгийских избирателей в Государственной Думе, и мы сможем всегда обратиться к нему напрямую с какими-то нашими просьбами или пожеланиями. Мы когда-нибудь его увидим здесь? Этот человек, которого изберут из Кенишмы, он имеет какое-то отношение к Европе и к Брюсселю? К нам обратилось уже несколько кандидатов в депутаты, которые рассказали о себе, пообещали нам действительно представлять наши интересы, и в случае, если они будут избраны, попросили нас к ним обращаться для того, чтобы что-то для нас сделать. Ну а что может человек, который большую часть времени проводит в своем избирательном округе в Кенишме, сделать для европейцев, для россиян, которые живут в Европе, считать себя европейцами? Вот это и представляется нам проблемой, потому что мы не очень хорошо понимаем действительно, что может кандидат-одномандатник, который прежде всего работает для депутатов, которые проживают в его округе, на его территории, сделать для тех людей, для тех немногих людей, которые, как в Бельгии, 9 тысяч человек, которые проживают в иностранном государстве. И поэтому мы и стремимся к тому, чтобы в Думе и в Совете Федерации, может быть, к следующим выборам, но появится депутат, который будет представлять именно граждан России, проживающих за границей. Какая возможная система? Может быть, позаимствовать это у других стран? Вы знаете, примеры международного опыта действительно есть. Я бы мог привести, например, в пример Францию, где в Верхней Палате, в Сенате есть сенатор, который представляет интересы заграничных территорий и французов, проживающих за границей. Можно привести в пример Италию или Португалию в парламенте этих стран. Тоже есть по несколько депутатов, которые представляют итальянцев и португальцев, которые проживают за границей. Такие примеры есть и в других странах. И мы хотим и пытаемся сделать так, чтобы этот опыт был распространен и на Россию. Нет ли у вас ощущения, что Россия вообще не особенно заинтересована, не проявляет особого интереса в россиянах, которые живут здесь, в Западной Европе? Вы знаете, если будет образован единый избирательный округ, в котором кандидаты будут знать и бороться именно за голоса зарубежных своих избирателей, то я думаю, что эта система была бы эффективна.